Дорогие коллеги, дорогие друзья, мне очень приятно открыть наше сегодняшнее торжественное заседание. Это совместное заседание Санкт-Петербургского математического общества, Петербургского семинара по математической физике имени Владимира Ивановича Смирнова, семинара по истории математики и секции математики Дома ученых. Сегодня, 7 марта 2022 года, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося математика Ольги Александровны Ладыжинской, сыгравшей исключительную роль в формировании и развитии Ленинградской Петербургской школы математической физики. И о жизни и многогранном творчестве Ольги Александровны сегодня расскажут Дарья Евгеньевна Пушкинская и Александр Ильич Назаров. Спасибо, Татьяна Александровна. Как говорил Михаил Соломонович Бирман, 7 марта – это Международный Ладыжинский день. Ольга Александровна была членом Ленинградского математического общества со дня его возрождения в 1959 году. Она много лет была и членом правления, и вице-президентом, а с 1990 по 1998 год она была президентом нашего общества. И в 1998 году она была избрана почетным членом общества. В 2014 году Санкт-Петербургское математическое общество учредило стипендию имени Ладыжинской. И сегодня, прежде чем начать наш доклад, мы вручаем очередную стипендию за 2021-2022 учебный год. Ее получает студентка физического факультета Санкт-Петербургского университета Ирина Лукашева. Ну а теперь давайте начинать. Спасибо. Поехали. Поехали. При подготовке этого доклада мы, естественно, пользовались большим количеством источников. Но большинство, многие из этих источников включены в интернет-проект, который вы видите на слайде. Значит, это проект воспоминаний об Ольге Александровне Ладыжинской. Он доступен на сайте ПАМИ. И проект продолжает пополняться. И если у кого-то есть желание что-то еще написать, то, безусловно, you are welcome. Город Калагриф. Постояние от Москвы 640 километров. От Костромы 330. От Санкт-Петербурга 1150. Калагриф стоит на берегу реки Унжи, которая левый приток Волги. Город существует достаточно давно. Герб присутствует с 1779 года. На картинке приведена современная версия герба. А сейчас говорит Ольга Александровна. Город Калагриф находится, так если с севера на юг, примерно в 100 километрах от Волги. Это моя родина. Я там родилась. Прожила первые 17 лет. Никуда не выезжая. На Калагриф находит. Может, мне пойти приготовить? Ну, там мы сделаем. Как бы кабачок готов. У меня это, как же глава не работает. Валерий Андреевич, а вот тут что-то я задела, опять что-то отвалил. Посмотрите, как она. Коллеги, помеха идет. Выключите, пожалуйста, микрофон. Ты очень не получишь, да? Очень не получишь. Коллеги, выключите, пожалуйста, микрофон. На этом слайде вы видите дом, в котором родилась и выросла Ольга Александровна. Старинный дворянский род Лодыжинских впервые упоминается в летописях в 1375 году. На этих фотографиях вы видите братьев Лодыжинских, деда и двоюродного деда Ольги Александровны. Иван Александрович, он был земским деятелем. В возрасте 18 лет после смерти отца принял на себя заботы о лесных угодьях и имениях. Был впоследствии заместителем председателя земства. Имел трех сыновей и двух дочерей. После революции, довольно естественно, был лишенцем. Примерно в 1929 году, спасаясь от ареста, уехал сначала к сыну Николаю в Ижевск, а потом к дочери Любови в Белозерск, где умер в 1943 году. Геннадий Александрович художник, художник известный, ученик Крамского, академик Императорской академии художеств. И его коллекция произведений искусства стала основой Калагрифского музея. В 1918 году усилиями Ивана Александровича и его сына Николая в Калагрифе был открыт музей на основе коллекций, собранных Геннадием Александровичем Ладыжинским. Первоначально он был открыт в одном из деревянных домов, принадлежащих семье Ладыжинских, а уже с 1925 года и по настоящее время музей находится вот в этом каменном особняке. В 2003 году, в день празднования 225-летия города Калагрифа, музею было присвоено имя Геннадия Александровича Ладыжинского. Здесь на верхнем фото, сделанном в 2013 или 2014 году, вы видите Ивана Александровича с сыновьями Александром, Николаем и Владимировым. А внизу отец и мать Ольги Александровны. Александр – студент Института гражданских инженеров. Во время обучения он дополнительно брал классы в Академии художеств. После начала Первой мировой ушел добровольцем на фронт, стал офицером, служил в артиллерии. Пока полк Александра Ивановича стоял в Эстонии, он познакомился с Анной Михайловной Странсон. Влюбился к неудовольствию родных. Анна Михайловна тоже полюбила Александра Ивановича, вышла замуж, отказав при этом своему эстонскому жениху, к слову говоря, будущему президенту Эстонии. В 17-м году Александр Иванович привозит семью в Калагриф. С 18-го по 22-й год он служит в Красной армии, а с октября 1922 года становится учителем математики в Калагрифской школе. В этом семейном снимке двухлетняя Ольга сидит на коленях у отца, а здесь стоит мать и старшие сестры. В таком темном платье типа школьной формы старшая сестра Мария, а в матроске средняя сестра Татьяна. Здесь показан математический справочник, который Александр Иванович сделал из простой тетради. Надпись на обложке «Математический справочник, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, аналитическая геометрия, астрономия. Калагриф 15 июня 1927 года». А здесь один из разворотов. Слева признаки делимости, а справа формула сокращенного умножения. Отец у меня был учитель математики. Это был человек, которого весь город уважал. Это была совесть города. Как дедушка был в своем поколении, так отец был человеком, которого уважали все. И он был прекрасным учителем математики. Его опыт работы с детьми, но как можно более ранее работы с детьми, он приводил к прекрасным результатам. Люди становились творчество, работающие в математике. Мне повезло в том смысле, что вот эта, видимо, способность из детства у меня, она обнаружила небольшая, и сделал меня своим товарищем, другом. Потому что я вот уже, скажем, где-то в возрасте 10 лет должна была проверять его, так сказать, своеобразный экзамен. Папа рассказывал мне элементы высшей математики, я должна была понять, правильно он рассуждается или нет. На этой фотографии мы видим второй класс Калагрифской школы. Среди учеников присутствует Ольга Александровна. Она отмечена буквами ОЛ. То есть вот здесь на фотографии мы находимся. Ну вот на этой фотографии Ольге 12 лет. Вы видите, она плохо сохранилась, только кусок, но все три сестры видны хорошо. 23 октября 1937 года арестовали Александра Ивановича. За одну ночь в Калагрифе было арестовано более 30 человек. Это были работники педагогических учреждений района и несколько школьников старших классов. Формальным поводом для ареста Александра Ивановича послужил плакат, который он нарисовал к одному из праздников. На этом плакате серф был нарисован на одной стороне, а молот на другой. Поэтому Александр Иванович был обвинен в том, что он против единства пролетариата и крестьянства. Я с 1936 года окончательно стал на путь активной контрреволюционной деятельности, будучи враждебно настроенный к советской власти. Оружие предполагалось доставлять с Ижевского завода, укрывал оружие вместе с одним из членов организации, готовили убийство Сталина, руководителей ВКПБ и советского правительства. Из показаний Александра Ивановича Лодыжинского на следствии. Александр Иванович был расстрелян не позднее 30 октября. Точная дата неизвестна. Всего из всех арестованных было расстреляно 19 человек. В 1956 году все были реабилитированы за отсутствием состава преступления. Вскоре после ареста отца классный руководитель Ольги Петр Алексеевич Просехов был вызван в НКВД, где ему предложили подтвердить сведения, содержащиеся в поступившем на Ольгу доносе. Несмотря на сильное давление, он отказался. Впоследствии Лодыжинские много лет поддерживали дружеские отношения с Просеховыми. Вскоре после ареста отца классный руководитель Ольги Петр Алексеевич Просехов В 1939 году Ольга заканчивает школу с золотой медалью и впервые в своей жизни уезжает из Калагрива. Она едет в Ленинград поступать в Ленинградский государственный университет. Кстати, во время этой поездки она впервые увидела железную дорогу. Но однако ей, как в Ленинграде, как дочери врага народа, отказывают в приеме в университет. Более того, ее документы задерживают в ЛГУ до сентября, так, чтобы она не могла сдать их в другой вуз. К счастью, Ольгу без документов, лишь под обещание принести их позже, принимают в Педагогический институт имени Покровского на математический факультет. В этом институте уже училась после перевода из Горького старшая сестра Мария. Будучи студенткой второго курса, Ольга Александровна посещает лекции Бориса Алексеевича Венкова по алгебре и Григория Михайловича Фехтенгольца по ТФКП. Это курсы, читавшиеся на четвертом. Поскольку посещение своих занятий было обязательным, она получила специальное разрешение посещать лекции других курсов. Она досрочно сдает, если видно, курсы за четвертый курс, а в сессию за второй. Причем последние экзамены она сдает уже после начала войны. Есть сведения, что Фехтенгольц и Сидор Павлович Натансон ходатайствовали о переводе ее в университет, но этому переводу помешала война. После начала войны Ольга в числе других студентов выезжала для рытья окопов в окрестности Ленинграда. По-видимому, на Лужский рубеж. Она отказалась эвакуироваться с институтом. По некоторым данным, она заболела, и ей требовалась операция. Но сестра Мария уговорила ее уехать, и Мария же сумела достать документы для выезда. 25 августа сестры Лодыжинские выезжают из Ленинграда и спустя две недели добираются до Ярославля. Конечный их пункт назначения – городец, где в это время уже была их мать. Ольга начинает работать воспитателем в детском доме. К марту 1942 года у семьи заканчиваются запасы продовольствия, и по настоянию матери семья переезжает в Калагриф. Более точно они приехали туда 2 марта 1942 года. Осенью 1942 года Ольга стала работать учителем математики в Калагрифской школе, в той самой, где работал ее отец, и училась она сама. Дополнительно Ольга бесплатно занимается с желающими у себя дома. Вот эта фотография как раз 1942 года, она совершенно замечательна и демонстрируется здесь впервые. Вот вы можете здесь видеть Ольгу Александровну, но на этой фотографии есть еще один довольно известный ленинградский математик. Вот наверху это Николай Николаевич Воробьев. Впоследствии профессор, он стал известным математиком в Ленинграде. Вот этот снимок предоставлен нам семьей Николая Николаевича. Мария поступила в эвакуированный в Калагриф Московский землеустроительный институт и переехала в Москву вместе с институтом после того, как он вернулся из эвакуации. Стараниями Марии и других людей. Ольга Александровна много занималась дополнительно с учениками, которые в том числе были эвакуированы. И в благодарность мать одного из учеников, вернувшись в Москву, идет к ректору МГУ, безжидает его выслать Ладежинский вызов. В конце октября 43-го Ольга зачисляется на второй курс МГУ, что важно со стипендией и рабочей карточкой. Тут сыграло, конечно, свою роль неофициальное ослабление ограничений для лиц с пораженными анкетами. Известно, что Ольга Александровна училась в одной группе с Ольгой Арсеньевной Олейник впоследствии академиком, завязывающей кафедрой ДИФУР в Московском университете. Но, опять же, в этой группе учились еще два человека, которые ленинградским математикам должны быть хорошо известны. Это Виктор Соломонович Веденский, впоследствии профессор здесь, в Герцедовском институте, и Арон Равилонович Майзелис, выдающийся наш учитель математики. Майзелис, впрочем, МГУ не закончил, он перевелся в Ленинград немножко раньше. Начиная со второго курса, Ольга ведет два кружка со школьниками. Один с Акивой и Исааком Егломами, а второй с Александром Семеновичем Кронродом. Вы обратите внимание, что здесь показана уже зачетка в МГУ. Но это та же самая зачетка. Значит, та зачетка, которая у нее была в институте Покровского, вот в ней какое-то время записывались курсы в МГУ. Но не до конца, значит, по-видимому, дальше она получила другую. Из воспоминаний участницы кружка Елены Александровны Морозовой. Братья Игломы были уже аспирантами, то есть старшими по положению. Поэтому Ольга Александровна была для них девочкой на побегушках. Но ученики воспринимали ее с обожанием. Она была очень внимательна членом кружка, всегда старалась их выслушать, поддерживала идеи, предлагаемые с места. Помимо кружковой работы, Ольга Александровна посещает еще несколько научных семинаров. Среди них семинары Кураши и Дилане по алгебре, Степанова по дифференциальным уравнениям, а также известный семинар Гельфанда. Ну, давайте вот я скажу, что от великих математиков остаются теоремы и анекдоты. Анекдоты в старом смысле слова, такие вот истории чем-то интересные или поучительные. Вот вам такой анекдот от Анатолия Дмитриевича Мышкиса. Он был преподавателем тогда молодым на Мехмате и по какому-то поводу оказался на заседании ученого совета Мехмата. И там обсуждался вопрос о выдвижении, в числе других, о выдвижении на сталинские стипендии. И там выходили представители кафедр и говорили вот таких-то. И он обратил внимание, что несколько разных кафедр говорят, что надо выдвинуть на сталинскую стипендию студентку Ольгу Ладыжинскую. И когда уже вопрос был решен, ее выдвинули, вдруг вбегает Лазаря Ром через люстерник, опоздавший, и говорит, что вот он просит прощения, он опоздал, но нужно непременно выдвинуть на сталинскую стипендию Ольгу Ладыжинскую. Значит, весь зал заходит в хохоте. Смех смехом, но опять же обратите внимание, она получила сталинскую стипендию, что, конечно, чуть раньше, ни чуть позже было невозможно для дочери врага народа. Это существенно. В конце восьмого семестра у Ладыжинской возникла идея организовать студенческий семинар для более глубокого изучения теории уравнений в частных производных. Она и Анатолий Дмитриевич Мышкис уговорили Ивана Георгиевича Петровского возглавить семинар. Петровский, несмотря на свою занятость, пунктуально посещал этот самодеятельный семинар весь следующий год. Кроме Ладыжинской и Мышкиса, участниками этого семинара были Ольга Олейник, аспиранты Марк Иосифович Вишек и Рафаэль Арамович Александрян и преподаватели Самарий Александрович Гальперн и Михаил Александрович Крейнес. Григорий Александрович Серегин и Нина Николаевна Уральцева в статье, посвященной 80-летию Ладыжинской, отмечают, что в какой-то степени этот семинар способствовал написанию очень известной статьи Петровского в «Успехах матнаук» 1946 года, которая привлекла внимание к ключевым проблемам в главных частных производных и оказала большое влияние на их дальнейшее развитие. И вот Ольга из этой статьи выбирает тему для своей дипломной работы, которая здесь указана. Причем задача эта была решена не в той постановке, какую дал Петровский в статье, а он говорил о конкретном уравнении, а в гораздо более общей постановке для целого класса так называемых 2B-параболических уравнений. Эта работа впоследствии в 1950 году была опубликована в матсборнике. В 1947 году Ольга выходит замуж за ленинградского математика Андрея Алексеевича Киселева. Они были знакомы еще со времен учебы в институте имени Покровского. Он был ее преподавателем. Ольга переезжает в Ленинград, где поступает в аспирантуру ЛГУ под руководством Сергея Львовича Соболева. Брак просуществовал 9 лет. В 1956 году последовал развод. Больше замуж Ольга Александровна не выходила. Ну вот на этом слайде приведена явно парадная фотография. Мы не можем утверждать, что это именно свадебная фотография, но есть ощущение, что близко к этому. Из воспоминаний Елены Александровны Морозовой. Контакты Ольги Александровны с Сергеем Львовичем Соболевым начались еще в период ее учебы в МГУ. Иван Георгиевич Петровский, ее научный руководитель, был перегружен административной деятельностью и сам передал ее Соболеву. Конечно, идеи Соболева, связанные с функциональными пространствами и теоремами вложения, оказали на Лодыжинскую большое влияние. Однако она всегда подчеркивала, что по существу Соболев ее работой не руководил. И задачу для диссертации она выбирала себе сама. Эта задача была сформулирована Петровским в вышеупомянутой статье 1946 года. Но, так же, как и в дипломной работе, Ольга Александровна поставила и решила ее в гораздо более общем виде. Она разработала метод конечных разностей так, что с его помощью можно было доказывать разрешимость краевых и начально-краевых задач для широкого класса уравнений и систем. Ну, еще анекдот от Василия Михайловича Бабича. В то время он был студентом третьего курса. Я и несколько других студентов присутствовали на заседании кафедры дифференциальных уравнений. Выступала молоденькая, красивейшая Ольга Александровна. Высокомерная, между прочим. Принимали к защите ее кандидатскую диссертацию. Принимальщиками от кафедры были Данил Макарович Волков, тогдашний лектор по матфизике, и Николай Михайлович Матвеев по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Она на их вопросы отвечала несколько резковато, но чувствовалось, что ее уровень выше, чем уровень этих пожилых представителей кафедры. И один из моих сокурсников сказал мне, «Попомни, Вася, мои слова. Вот это далеко пойдет». Конечно, для Ольги Александровны судьбоносным оказалось знакомство с Владимиром Ивановичем Смирновым. Оно состоялось практически сразу после ее переезда в Ленинград. Судьба подарила мне общение с Владимиром Ивановичем в течение примерно 27 лет. Для меня жизнь была бы совершенно другой, если бы я не встретила Владимира Ивановича Смирнова. Дело в том, что я рано лишилась отца. Он был арестован в 1937 году. Тогда мне было 15 лет. Для меня отец был другом. Владимир Иванович заменил мне отца. И это могло произойти только потому, что существовало какое-то удивительное внутреннее сходство между моим отцом и Владимиром Ивановичем Смирновым. Из воспоминаний Ольги Александровны Ладышинской о Владимире Ивановиче Смирнове. С осени 1947 года по просьбе Ольги Александровны Владимир Иванович возглавил городской семинар по математической физике. Вот этот семинар работает до сих пор, и вы сейчас на нем присутствуете. С самого начала, еще до защиты диссертации, она стала одним из ведущих участников этого семинара. После защиты кандидатской диссертации Ольга Александровна стала работать ассистентом на кафедре дифференциальных и интегральных уравнений математико-механического факультета. Однако ее прямота в отстаивании своих взглядов и нежелание считаться стабелью орангов привело к конфликту с заведующим кафедрой Еругиным. Владимиру Ивановичу Смирнову удалось добиться перевода Лодыжинской на физфак, на кафедру высшей математики, где она проработала всю оставшуюся жизнь. Ольга Александровна занялась проблемой обоснования методов Сергея Лапласа для гиперболических уравнений второго порядка. Раньше до того они были обоснованы стекловым только в случае одной пространственной переменной. Лодыжинская решила эту задачу для нестационарных уравнений, порождаемых произвольными симметрическими эллиптическими операторами второго порядка в ограниченной области с любым из классических краевых условий. В процессе работы, в частности, ну или как один из этапов работы, она получила решение проблемы Гельфанда об описании области определения замыкания в Эль-2 эллиптического оператора с условием Дерихле, как называемое второе основное неравенство, как она это называла. Эти и другие результаты по разрешимости начально-краевых задач для гиперболических уравнений стали основой ее докторской диссертации. Докторская диссертация была подготовлена всего за два года, в 1951 году, но защитить ее в Ленинграде было невозможно. Обратились к Петровскому по поводу возможности защиты в МГУ. Он уже тогда был ректором МГУ, но его возможностей все равно не хватило. И тогда Владимир Иванович предложил издать эту диссертацию в виде книги. Он способствовал ее изданию, и вот вы видите эту книгу, а вот я покажу здесь книгу из фонда библиотеки ПАМИ. Вот «Смешанная задача для гиперболического уравнения». Книга вышла в 1953 году, и она не была переведена на иностранные языки, как я понимаю, до сих пор зря. Но содержание ее все-таки стало известно в математических центрах разных стран. И через год Ольга Александровна за эту книгу получила премию Ленинградского университета. В марте 1953 года умер Сталин. Вскоре после этого Петровский позвонил Ладыжинской и сообщил, что теперь ее защита состоится. Той же осенью Ольга Александровна получила диплом доктора физико-математических наук. Давайте еще я отмечу, что именно в этом цикле работ по существу подчеркнута важность понятия обобщенного решения начально-краевой задачи для гиперболических уравнений из определенного функционального класса, а также полезность работы в целой шкале, в нескольких функциональных пространствах или даже в целой шкале функциональных пространств. До того, эта идея, она только в некоторых эллиптических вариационных задачах встречалась. Интересна история этого портрета. Сейчас. Сейчас, Даша. Перескочила. Ты не переключила слайд для начала. А, все. Прошу прощения. Вот. И перескочила. И перескочила. Так, все. Теперь все в порядке. Прошу прощения. Вскоре после защиты докторской диссертации Ольга Александровна получила должность доцента, а в 1956 году она стала профессором. С 1954 года она становится сотрудником ЛАМИ. Сначала по совместительству. А в 1961 году Ольга Александровна создает на базе своей группы лабораторию математической физики и затем переходит на основное место работы в ЛАМИ, став заведующей этой лабораторией, продолжая работать в университете уже по совместительству. Заметим, что в течение ряда лет Ольга Александровна читала спецкурсы одновременно для студентов двух факультетов – матмеха и физфака. Все студенты отмечали ее харизму, но преподавателем Ольга Александровна была суровым. Еще один анекдот от Горальда Исидовича Натанцона. Это еще время ее работы на матмехе. Ольга Александровна вела практические занятия по ТФКП. И у нее было правило, что если человек не написал задачу на контрольной, то на переписывании он получает более сложную задачу. И вот мы не могли написать, не могли написать, и пошли к лектору Сергею Михайловичу Лозинскому. Он дал нам обычные задачи, мы их мгновенно решили, и он был очень удивлен, что же такое произошло. А вот более позднее из воспоминаний Анатолия Ивановича Русанова, академика по физико-химикам. Только в нашей группе, переведенных на химфак физиков, занятие по математике вела Ольга Александровна Ладужинская, известная своей строгостью. Как-то на занятии ее решили прощупать репликой. Да вы на экзамене всем нам тройку поставите. На что она сухо ответила. Почему всем тройку еще заслужить надо? Интересная история фотографии на этом слайде очень примечательна. По указанию ректора Ленинградского университета Александра Даниловича Александрова были сделаны фотопортреты ведущих профессоров университета. И вот именно эта фотография Ольги Александровны так понравилась Александру Даниловичу, что она много лет стояла у него на рабочем столе. Слово «рабочий стол» понимается не в современном смысле. В современном повесил бы. Ну вот еще один анекдот от Михаила Захаровича Соломяка. 1956 год, конференция в МГУ в главном здании, сравнительно недавно построенном. И стоит очередь в бюро пропусков. Там серьезная пропускная система. Вот. И некто, сидящий за решеткой, задает стандартные вопросы, значит, вписывает их в пропуска. И вот фамилия Ладыжинская, имя, отчество Ольга Александровна. Где работаете? Ленинградский государственный университет. Должность профессор. И тут, говорит Михаил Захарович, у того, кто сидит за этой решеткой, вырастает вот такая вот шея, вот во все глаза, значит, вытаращивается до человека, который это сказал. Вот эти вот две фотографии, они примерно тоже 59-го года, как и предыдущие. И, так сказать, изумление этого самого бедного работника отдела пропусков вполне можно оценить. Гораздо позже, в 1982 году, в поздравительном адресе к 60-летию Ольги Александровны академик Александров написал, «Такое сочетание красоты и таланта в одном человеке кажется нереальным, если бы не Ольга Александровна». Ну вот, кроме того, французский математик Жан Лерре после посещения Ленинграда говорил своим коллегам, что видел Эрмитаж, Петергоф и Лодыжинского. В середине 50-х годов под влиянием Владимира Александровича Фока вот здесь на фотографии Ольга Александровна обращается к задачам математической гидродинамики. К этому моменту строгих результатов о разрешимости краевых и начально-краевых задач для уравнения навгистокса было, в общем, довольно мало. Значит, в основном это результаты Лерре, который доказал глобальную однозначную разрешимость задачи Каши в Р2, локальную по времени разрешимость задачи Дерехле в выпуклой области, тоже в Р2, глобальную разрешимость такой задачи при достаточно малых данных и некоторые результаты для задачи Каши в Р3. А также результат Хопфа, Эберхарда Хопфа, о глобальном существовании решений и начально-краевой задачи. В 1957 году вышла совместная статья Ольги Александровны с Киселевым, где была доказана однозначная разрешимость первой начальной краевой задачи для уравнений навгистокса в произвольной трехмерной области. В этой статье разрешимость была получена локальная по времени, а в случае малых данных она была глобальной разрешимостью. Хотя в дальнейшем были некоторые продвижения в этой задаче, вопрос о глобальной разрешимости трехмерной задачи на въезд стокса остается открытым по сей день и является предметом одной из проблем тысячелетия, так называемых Millennium Problems. В статье 1958 года была установлена глобальная однозначная разрешимость начальной краевой задачи в двумерной области. Ну и вот я еще отмечу новый тип неравенств, которые назвали в дальнейшем мультипликативными. Вот тут первый пример такого неравенства. Ну и существенно, конечно, что константы здесь не зависят не только от функции, но и от области. В 1958 году Ольга Александровна впервые приняла участие в Международном математическом конгрессе, который проходил в Эдинбурге. Ладыжинская поехала тогда туристом от Академии наук. Тогда были члены официальные делегации, а остальные участники это называлось туристы. Хотя они могли, они были, конечно, с докладами. Из рассказа Николая Александровича Шанина. Ольга Александровна и Александр Данилович были делегатами на Эдинбургском конгрессе. От Ленинграда было только два человека. Вот они побывали на конгрессе и в Лани, тогда это было еще, по-моему, на набережной, выступили с обзором. Первый выступил Ольга Александровна. Александра Даниловича не было, он опаздывал. Ольга Александровна начала с того, что Англия это такая уютная, симпатичная страна, тут голоса смех, Шотландия. Что ее поразило в Эдинбурге? Ухоженные скверики, аккуратно подстриженные деревья, везде чистота. Ну а потом она рассказала немножко о работе конгресса. Приходит Александров, ему предоставляется слово, и он говорит, главное, что меня поразило в Эдинбурге, это грязь. Везде летают обручки газет, пыль черный, от копоти деревья. Ну а потом опять немножко о конгрессе. Вот видите, какое интересное разнообразие темпераментов, вкусов, восприятий. Но вот что в этом примечательно. Ольга Александровна пожелала зафиксировать в памяти лишь хорошее. Ну а Александр Данилович резал правду марку. В дальнейшем Ольга Александровна неоднократно участвовала в конгрессах. В том числе дважды была приглашенным докладчиком, а именно на Московском конгрессе в 1966 году и на конгрессе в Варшаве в 1983. А в 1994 году в Цюрихе она была удостоена специальной лекции Эми Нютер. Исследования 50-х годов по гидродинамике были подытожены вот в этой монографии математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости. Значит, вот опять же из библиотеки ПАМИ. Книга вышла в 1961 году и она содержит посвящение. Трем очень разным, но глубоко уважаемым мной людям. Моему отцу Александру Ивановичу Лодыжинскому, Владимиру Ивановичу Смирнову и Жану Лерре посвящается эта книга. За эту книгу Ольга Александровна была во второй раз удостоена премии Ленинградского университета. Вот эта фотография, она была сделана как раз во время ее работы над этой монографией. Через два года книга вышла на английском языке, перевод, а в 1970 году вышло второе русское издание, очень сильно переработанное, дополненное, белая книга. Позднее она была переведена еще на несколько языков и стала в каком-то смысле Библией для всех специалистов по математической гидродинамике. В 1961 году работы Ладыжинской были выдвинуты на соискание Ленинской премии. Она ее не получила, но, я полагаю, что именно в связи с этим на обложке журнала «Советская женщина» был помещен ее портрет, вот этот портрет. Значит, это тоже очень нетривиальный случай, это же всероссийский журнал, вот, и там не рабочая, не колхозница на обложке, в цвете, не учитель, не врач, профессор, да еще дочь врага народа, вот. Ни пятью годами раньше, ни десятью годами позже, это, конечно, было абсолютно невозможно. Хоть ленинские премии, хоть не ленинские. Неважно. А журнал был не всероссийский, а всесоюзный. Спасибо, это я просто оговорился, да, конечно, всесоюзный журнал. Математика Ольга Александровна Ладыжинская, ученый с мировым именем, доктор физико-математических наук, дочь учителя из Калагриева Костромской области, ныне профессор Ленинградского университета. Ей принадлежит около пятидесяти исследований монокрадий в таких сложных отраслях математической науки, как дифференциальные уравнения, функциональный анализ, математическая физика. Последний цикл работ молодой ученой выделил на соискание Ленинской тренинга. Большую работу Которка Александровна на семинаре по математической физике. Ну вот, в этот момент я полагаю в самый раз объявить перерыв. А во время перерыва Даш, покажи, пожалуйста. Сейчас мне надо это остановить. Так, сейчас, секундочку, технические.